друзья всем привет добро пожаловать в новое видео если вы только присоединились к моему каналу не забудьте подписаться в этом видео я хочу поделиться с вами кусочком моей новогодней атмосферы той красотой которую я создаю в период новогодних праздников я обожаю украшать дом наряжать елку и вообще обожаю всю новогоднюю суету для меня это какая-то определенная магия всегда этот процесс я начинаю с украшения елки елку я люблю как раз таки в таком традиционном виде как вы можете это видите я не люблю новомодные монохромные елки особенно когда елка наряжена только в розовый или только в белый цвет и я люблю вот именно так как вы видите на видео такая традиционная классика это всевозможные оттенки красного золота также зеленого множество бантиков вот это прям моё также в этом видео я еще хочу поделиться с вами сервировкой стола украшения камина в общем думаю что вам будет интересно и вы вдохновитесь кусочком моей новогодней атмосферы после елки я приступаю к украшению камина в этом году я впервые буду камин украшать именно в таком виде как вы можете видеть я заранее купила вот такую вот еловую ветку в принципе я не люблю покупать готовый декор и мне гораздо проще приобрести детали и создать декор самостоятельно я действительно обожаю этот процесс и и мне кажется что он неплохо в итоге получается и во первых это очень занимательно очень интересно как я уже сказала я купила готовую еловую ветку и некоторые украшения и вот собственно сейчас посмотрим что у меня получится по итогу но я в принципе осталась довольна результатом получилось очень красиво лаконично ненавязчиво в тему с елкой украшения и цветовая гамма перекликаются и в принципе мне нравится то картинка которая получилась по итогу далее я перехожу к декору лестнице мне ведь в которую вы видите я ее делала еще в прошлом году мне ссылку на видео как сделать вот такой вот декор для лестницы оставлю внизу в описании в инфобоксе можете развернуть и и ознакомиться более детально мне нравится именно тот формат который у меня получился это как говорится вещь которая делается раз и навсегда но только при условии если вам хочется заменить какую-то цветовую гамму можно добавить немножко других деталей других оттенков но мне нравится все именно так как вы видите потому что это идеально вписывается в общую картинку фиксирую я такую ветви к лестнице хомутами найти черные хомуты то еще была задача но благо они у меня остались еще по итогу у меня получился вот такой очень уютный поистине новогодний уголок очень уютно атмосферно как по мне в целом я очень осталась довольна результатом а вы обязательно пишите в комментариях как вам понравилось или нет также каждый год у меня есть такая традиция отправлять открытки родным близким знакомым я обожаю отправлять именно открытки которые подписаны от руки с пожеланиями самыми теплыми и искренними мне очень нравится эта идея я сама люблю получать открытки те кто меня знает очень хорошо всегда отправляют мне на новый год открытки у меня есть специальная такая коробочка где я храню эти открытки и иногда даже перечитываю очень поднимает настроение возможно это как-то выглядит старомодно но мне это правда по душе напишите что вы думаете по этому поводу я понимаю что мы живем в двадцать первом веке и зачем отправлять открытку идти на почту покупать марку и так далее когда есть двадцать первый век у нас да и можно отправить по любому мессенджер но ощущение от открытки именно в таком формате их конечно невозможно заменить эмоциями от просто смс ки полученной по вайберу или telegram обязательно пишите в комментариях мне ваши отношения как вы относитесь к открыткам именно в таком формате возможно вы тоже любите подписываете отправляете очень будет интересно почитать поделитесь вашим опытом далее мы с вами приступим к сервировке праздничного стола в этом году мне захотелось чего-то максимально простого лаконичного но при этом очень милого и симпатичного как вы можете видеть меня здесь все на минималках как говорится вот эти подсвечники я их купила в икее также я купила вату вата это у нас будет имитация снега и а нарезала вот такие вот еловые ветки у меня во дворе растет ель но если у вас нет можно заменить искусственный например но я взяла на живую во первых запах который ни с чем невозможно спутать и вот таким вот образом я буду делать небольшую такую икебану из еловых веток и в центре я буду размещать свечу как по мне выглядит очень неплохо очень достойно очень такой простой при этом кстати бюджетный вариант декора но достаточно стильный и симпатичный декор для новогоднего стола готов теперь давайте займемся непосредственно с сервировкой в этом году как я уже говорила мне захотелось чтобы стол был засервирован максимально просто лаконично даже захотелось я бы сказала такого небольшого монохрома который я разбавила такой натуральной зеленью единственное чего на столе не хватает это золотых столовых приборов которые я заказала в магазине сенсай но доставка до сих пор ко мне не пришла надеюсь что все-таки в новогоднюю ночь на моем столе будут эти красивые золотые столовые приборы как вы можете видеть стол я сервирую на четыре персоны потому что нас будет четверо и я сервирую для каждого три тарелки я люблю именно такой формат это во первых выглядит очень красиво во вторых это правильно должна быть тарелка для основного блюда также тарелка для закусок и пирожковая тарелка я люблю именно вот такой форматом также один из элементов декора который я буду класть на тарелку непосредственно потерпел крушение во время съемок но я отправлюсь в магазинах за новым поэтому пока что в кадре мы видим только 3 но в новогоднюю ночь их обязательно будет 4 также что касается бокалов которые вы можете видеть я заказывала их в прошлом году в инглэш хоме мне они очень нравятся они поистине такие праздничные новогодние поднимает очень настроение и я использую их краски исключительно только в их новогоднюю ночь для других праздников вот как-то к ним рука не тянется только на новый год друзья вот такая красота у меня получается по итогу я очень довольна такой лаконичной сервировкой как вы можете видеть она не громоздкая и на столе достаточно много свободного места есть где разместить новогодние блюда ну и конечно же самым простым и легким интерьерным решением с точки зрения новогоднего декора являются вот такие вот новогодние подушечки или наволочки я их заказывала еще в прошлом году на алиэкспресс и я вам хочу сказать что они очень достойного качества и вот смотрите я их положила на диван и как сразу стало атмосферно спасибо что вы были со мной надеюсь вам понравилось данное видео вы немножечко вдохновились когда я смотрю подобные видео я вдохновляюсь моментально и мне сразу же хочется браться за делом поддержите это видео вашим лайком мне это будет очень приятно хочу выразить огромную благодарность моим зрителям с каждым днем нас становится все больше и больше мне от этого только радость не на душе спасибо вам огромное за ваше внимание к моим видео к моему каналу за ваши советы ваши подсказки для меня это все бесценно и я безумно вам за это всем благодарна я хочу поздравить вас с наступающим новым годом пожелать вам всего самого самого наилучшего в новом году пусть новый год для всех нас станет еще лучше предыдущего но мы с вами увидимся уже совсем скоро в новых видео в новом году с праздниками дорогие всем пока и до новых встреч